Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Тема нашего сегодняшнего разговора – возревание лозы. Поговорим о том, какие факторы влияют на этот процесс, всегда ли нужно помогать лозе зреть и как это сделать. Первое, что такое возревание? Это когда наша лоза из зеленой травянистой становится одревеснелой. Только такая лоза зимует. Если лоза не вызрела, то зиму она не переживет. Поэтому для чего это надо, всем понятно. Всегда ли нужно помогать лозе вызревать? На самом деле, наш опыт показывает, что далеко не всегда. И в большинстве своем нормальный взрослый куст, нормально нагруженный, у него и так лоза зреет без какой-либо помощи. Но мы говорим о нормальном годе без каких-то таких серьезных катаклизмов и аномалий. Сейчас будет парочку примеров. Смотрите, еще вот этой весной, весна холодная, весна морозная, уже начиналась, как я это называю, истерика. Ай-яй-яй, лоза не вызреет. Пойдемте, сразу несколько примеров. Это эталон. Смотрите, она не то, что начала желтеть, она уже здесь практически полностью вызрела. Сегодня 4 августа. Русиен янтарный, он же жемчуг запорожский. Практически такая же история. Возможно, вам солнце отсвечивает, но нет у меня возможности снимать в другое время, вот прям, чтобы все-все-все показать. Но вот здесь желтеет, а вот эта лоза уже практически зрелая. Симоне. То же самое, зрелая лоза. Ананасный. Ну, еще не совсем зрелая. Смотрите, куст под хорошей нагрузкой. Да, лоза еще не совсем зрелая. Ну, 4 августа. И через 2 недели тут уже все будет вызревшее. В памяти Домковская первое сигнальное плодоношение. Смотрите, ягода красится еще только. А лоза уже, вот, она пошла вызревать. Олег, диамант. То же самое, ягода вообще твердая еще. Лоза зреет. И это при такой холодной, плохой весне. Почему так? Так сложились условия. Нет, на самом деле я вам открою секрет. Хотя я не уверена, что именно это повлияло. Вообще на этом участке у нас проблем с вызреванием лоз нет. Хотя наш опыт показывает, что проблема чаще всего бывает с молодыми кустами. У них перекос с питанием. Но по молодежи мы с вами вообще поговорим отдельно. Так вот, второй год я уже замечаю, что примерно в середине июля, может быть чуть раньше, я вношу калий под корень. Просто рассыпаю по траве и все. И после этого начинает зреть лоза. Но, смотрите, я делаю оговорку. Я не могу сказать на 100%, что именно вот это повлияло. Почему? Потому что, если бы у меня было два участка, на один мы калий вынесли, на второй не вынесли, нам было бы с чем сравнить. А так сравнить не с чем. И я могу думать, что это калий, но может быть не он. Так сложились условия. Что конкретно в этом году могло повлиять на такое хорошее вызревание лозы? Сухая погода. Да, мы поливали, но участок большой. Не было возможности, что прям вот совсем поливать, поливать. И поэтому одна из версий, что именно вот эта сухая погода спровоцировала вот такое раннее вызревание лозы. Либо сложились все факторы. Вот так вот тоже может быть. И, смотрите, в данном случае нам уже не надо ничем помогать. Все здесь процессы, они идут сами по себе. Мы уже, как говорится, все, что мы могли, мы сделали. И теперь надо только отдыхать и ждать урожая. Ягоды еще зеленые, да, лоза уже зрела. Вот так сложились условия. Но так бывает далеко не всегда. Итак, какие факторы влияют на вызревание лозы? Первое – это оптимальное питание. Его не должно быть слишком много и не должно быть слишком мало. Кто-то, конечно, думает, что мало – это хорошо. Приведу вам пример. Вот саженцы с закрытой корневой системой. Бывает, что их осенью продают, да, и у них невызревшая лоза. Понимаете, когда вот он растет в таком маленьком ограниченном пространстве весь сезон, там питания не хватает, там вообще ничего не хватает. И по законам, да, то есть он как бы страдает, и он должен в первую очередь вызревать лозу. А бывает не так. Вот в прошлом сезоне мы покупали такие саженцы, там, ну, чуть-чуть какие-то процессы шли, все нормально, там, все выжило, но такое есть. То есть недостаток питания, совсем недостаток, он не дает возможности растению вот эту лозу, скажем так, запастись, подготовиться к зиме в неблагоприятном условии. Избыток питания также будет влиять. Слишком много азота, куст начинает бурно, мощно расти, давать огромные, мощнейшие зеленые побеги, но все уходит в зеленую массу. Ну, он считает, что, а зачем ему к чему-то готовиться? Все хорошо, питания хватает, растем. Влага. Избыток влаги, и, в принципе, влага затормаживает возревание лозы. Сухая погода наоборот. В принципе, то, что я вам показала, примеры, скорее всего, ну, тут могло сложиться несколько факторов, да, калий плюс сухая погода, вот оно и дало это самое вызревание. Следующий момент – это нагрузка куста. Она должна быть нормальной. Если куст перегружен, ему слишком тяжело, вся его энергия уходит на ягоду, на то, чтобы вообще закон живой природы, закон всех растений, им надо размножиться любым путем. То есть, чтобы были плоды, были семена. Все остальное для них уже вторично. Поэтому, если мы куст перегрузили, то возревание лозы может быть плохим. Следующий фактор – это то, насколько куст здоров. Если он у вас болеет мильдью, либо аидиумом, особенно мильдью, то о возревании речь может не идти вообще. Рос у нас один куст, он даже еще не плодоносил. Вот у молодежи, я уже говорила, еще раз повторю, часто бывают перекосы. И проблемы с возреванием лозы. И вот чуть-чуть мы прозеваем с обработками. Он прям сгорает весь от мильдью, лист теряется. И хотя некоторая наука говорит о том, что если растение устроить стресс, например, оборвать лист, то лоза начнет возревать. Это может иметь место быть на определенном этапе развития этого самого куста. А так, смотрите, все равно растению надо запасти определенные вещества, чтобы эта сама лоза вызрела. И они идут не с корня, они идут с листьев. То есть, грубо говоря, вы продукты приносите домой, крупу, картошку, мясо, а дома из этого готовите еду. Вот то же самое. Крупу вы сухую не едите. То же самое. Из корня питательные вещества поступают в листья, там готовится еда, которая дальше уже там запасается. Мы на зиму тоже делаем запасы, закатки, мы не храним свежий огурец. Смысл у растения абсолютно тот же. Если он лишается, оно лишается листьев, то лоза может не зреть. Да, если это там уже случается, вот в момент, когда вот она уже начала, да, может быть. Но если у нас мильдю там в середине лета приходит и просто сжигает, кус съедает весь лист, то не факт, что лоза созреет. Вот мы это видели своими глазами. Два сезона промочились, и решили, третий уже не мочится. Все остальные кусты рядом нормально. Да, мы проводим обработки, но этот оказался вот таким вот нехорошим. И при этом потом я, когда его выкапывала, выкорчевала, оказалось, я бирку не сняла. И, возможно, все его проблемы были как раз-таки из-за этой перетяжки, из-за этой бирки. Ну, так сложилось, так сложилось. Бывает. Так вот, это все к чему? От болезней надо защищать растения. Если болезни приходят, тоже надо думать, как их полечить. Может быть, иногда в ущерб урожаю. Потому что наша задача, чтобы растение ушло на зиму нормальным и здоровым, тогда оно хорошо зимует. Если мы допускаем эти болезни, а потом говорю, ай, плохой куст он не перезимовал. Ну, потому и не перезимовал, потому что мы его ослабили. Наличие калия. Виноград огромный калижор, поглощает он калия очень много, и калий способствует возреванию лозы. Много его в почве, либо мы даем его, лоза зреет. Мало лозам может не зреть. Да, и еще, конечно же, есть особенности сорта. Какие-то сорта у них лучше зреет лоза, у них это генетически заложено, у каких-то лоза зреет хуже. Вот эта вот генетика, это только часть всех факторов, которые влияют на возревание. Уход, нагрузка, защита от болезней, наличие влаги, это тоже очень сильно влияет. И, скажем так, многое в наших руках. Тоже приведу вам пример. Уверена, что многие слышали о том, что вот у такого сорта, как каталония, плохо зреет лоза. Смотрите, вот она каталония. Посажена она была в прошлом году взрослым кустом. Недели две он у нас провалялся в сра. То есть у куста был огромнейший стресс. Огромнейший. Очень поздно стало просыпаться, но я не снимала видео, не показывала. Прошлый сезон тоже, помните, был какой. Да, к нам заморозки не пришли, но сентябрь был очень холодный. И я помню, что когда я показывала наши урожаи, много было таких язвительных комментариев, что, ой, да у вас лоза совсем зеленая, в сентябре лоза уже не зреет. Ну, вот так вот не зреет лоза в сентябре. То есть посмотрите. Ну, она ждала плоды, да? Вот этот же побег, он же вызрел. Да, его еще тут весной прихватило. Но он же вызрел в прошлом плохом году. А еще обратите внимание, вот это. Это вообще пасынок. И он тоже вызрел. И вот на нем побег, на котором висят ягоды. Ну, так как же она не зреет? И мы ничего особо не делали. Я уже сказала, что в прошлом сезоне я тоже посыпала немножко калия под корень всем. На глаз. Примерно там столовая ложка без горки. Все, я даже водой не проливала. И это, и это я не знаю. Я не могу утверждать, что именно вот мои калийные подкормки помогли. Но тем не менее, ну вот это же вызрело. Вот оно выросло и вызрело. Даже в плохой год. Поэтому, если у вас на каком-то кусте, на каком-то сорте не зреет лоза, прежде чем ругать этот сорт, подумайте, что вы делаете, либо не делаете. Из вот тех факторов и мероприятий, которые влияют на вызревание лозы. Может, там вообще все просто, да? И как на одном из форумов читала, кто-то говорит, что я буду бегать, запырскивать, или мы пырскать калием. Не бегайте и не пырскайте. Обеспечьте растению нормальный уход. И обеспечьте тот же калий. Не сейчас, в августе. Это вот уже мы начинаем догонять уходящий поезд. Мы начинаем исправлять какие-то ситуации. Обеспечьте ему калий тогда, когда это необходимо. А я об этом говорила много раз. Основная потребность винограда в калии – это период активного роста. Это период перед цветением. Если мы в это время кормим наши растения, тем же навозом, там достаточно калия. Если мы в это время вносим тот же сульфат калия, либо монофосфат калия под корень, вот мы туда залили, и все, и забыли. И отдыхаем весь сезон. Сейчас мы уже занимаемся корректировками. Мы исправляем. Не всегда получается что-то идеально. Где-то весна нам подпортила, где-то еще что-то. Где-то мы что-то не рассчитали, у нас кожа жирует. Тогда мы ему помогаем. Но если то, с чего я начала, если мы нормально все сделали, все дали вовремя, рассчитали нормальную нагрузку, дали вовремя нужную подкормку, все, нам не надо ни с чем бегать. В большинстве случаев, да, бывают исключения, они действительно есть, но их не так много. И правильно работать над вызреванием весь сезон, а не вот сейчас или особенно в сентябре, когда уже сложно что-то сделать, хотя можно. Теперь переходим к вопросу, что нам сделать для того, чтобы лоза вызрела. Если у нас с этим есть вопросы. Прежде чем заряжать опороскиватель, да, и бегать с ним, давайте попробуем устранить факторы, которые мешают. Первое. Это нагрузка. Вот мы видим, что у нас очень травянистые побеги. Да, вот совсем. При этом не очень бурный рост. Вот, ну, вот когда вы подойдете к кусту, вы это поймете. Ну, вы видите, побеги зеленые, да, они вроде как бы и неплохо растут, но и не очень хорошо. И много гроздей. Особенно это касается крупноплодных сортов с большими гроздями. Значит, нам часть этого урожая надо убрать, не жалея, потому что и урожай может не созреть, и лоза плохо уйдет на зиму. Получим проблему в следующем году. Нам это надо? Нет, нам это не надо. Значит, не жалея, жабку свою берем ежовые рукавицы и лишние грозди убираем. Следующий момент – это влага и поливы. Я уже говорила о том, что влага задерживает вызревание, но здесь есть один нюанс. Значит, если куст не плодоносит, там вообще все замечательно. Мы перестаем его поливать, все. Небесная влага, к сожалению, мы не можем там выключить краник. Уже если льет, то льет. И это тоже мы должны понимать, что если там кто-то включил режим душ, длительный душ, то лоза может плохо вызревать. Это не вопрос сорта, это вопрос погоды. Но если вот у нас куст плодоносящий, там какие нюансы? Мы с вами уже говорили о том, что если у нас влажность не постоянная, если стояла сухая погода, длительная, ну мы же понимаем, что когда-то дождь пойдет. И мы можем получить треск ягоды. Много раз слышала даже истории, когда трещала от обработок ягода. Вот было слишком сухо, чуть-чуть дали влагу, все, ягода порвала ее. Отрос. Да, такое бывает. Поэтому мы это предупреждаем, и мы осуществляем поливы. Отдельный ролик по этой теме есть, под видео я оставлю. Тут из двух зол мы выбираем меньшие и понемножечку поливаем, чтобы ягоду подготовить к дождям. Мы не поливаем очень много. Все, сейчас ягода уже начала краситься, поэтому мы много не поливаем. Мы поливали много, если была такая возможность, когда ягода наливалась. Сейчас все, пошел окрас, и если есть необходимость, мы вот по чуть-чуть поливаем. Но сейчас у нас уже нет. Там включили режим дождя. И уже их, может быть, даже из-за много. Здесь мы должны найти баланс. С одной стороны, чтобы сохранить ягоду, да, с другой стороны, чтобы лоза зрела. По малышам, тем, кто не плодоносит, там все проще. Не поливаем, ну, поливает дождь, если он есть. К сожалению, убрать влагу небесную, ну, можно, конечно, но это достаточно сложно. Я думаю, что никто этим не будет заморачиваться. Еще один момент по нагрузке. С одной стороны, когда у нас куст перегружен, да, у нас могут быть проблемы с вызреванием лозы. Это мы уже обсудили. А второй момент может быть, когда куст недогружен. То есть у нас был избыток питания, но мы его назад ложкой не отчерпаем. Куст недогружен, он слишком бурно, слишком обильно растет. Как работать с жирущим кустом, тоже отдельная тема была. В этом сезоне мы ее обсуждали. Те, кто это пропустил, у кого куст прет как ненормальный, куча пасынков, куча-куча всего, максимально все оставляйте, всю эту зеленую массу. Не надо ее убирать. Вот не надо. Куст, наоборот, надо загрузить. Есть завязи на пасынках, оставляем. Есть где пустить вверх, дорос уже до верха, но есть куда уложить. Горизонтально по проволоке оставляем. Все максимально оставляем, потому что силушка богатырская прет, ее надо куда-то применить. Не старайтесь его сейчас ограничивать. И чеканка, она не способствует вызреванию лозы. То, что вы там будете что-то обрезать и стараться его сдержать, наоборот, будет пускать больше, больше, больше. Природа возьмет свое. Поэтому, наоборот, нагрузку давайте. Конечно, хорошо ее было давать раньше. Если вы там много чего поубирали, то сейчас просто отойдите от этого куста и его не трогайте. Ну и дальше, конечно же, наша помощь. Это калийные подкормки. Что мы можем использовать? Сульфат калия и монофосфат калия. Можно кормить подкорень, но смотрите, какая ситуация. Вот сейчас, чтобы это подействовало быстро, уже если там в начале июля мы могли рассыпать по земле, там чуть пролить или дождаться, пока дождик прольет. А сейчас уже нам надо быстро. Нам надо давать это быстро. И для того, чтобы дать быстро, мы разводим с водой. Соответственно, если у нас шло много дождей, у нас вот так все квакает, то лишнюю влагу не надо давать в почву. Здесь тоже надо найти баланс. Конечно, у кого вот есть подкормочные узлы, подкормочные ямы, там все просто. Если, опять же, не шли у нас сильно бурные дожди, ничего не квака, в 20 литрах, столовую ложку развели, туда залили, все будет хорошо, замечательно. Если подкормочных узлов нет, если воды было много, ну, понимаете, посыпать сейчас очень медленно будет все это работать, а нам уже медленно нельзя. Работаем по листу. Как работаем? Есть две схемы. Первая – это 30-40 грамм на 10 литров, и мы работаем примерно каждые 7-10 дней вот этой одной дозировкой. До какого момента? Вы увидели, что все желтенькое, по лозе пошло? Можете оставить ее в покое. Если мы знаем, что у нас не придет мороз через 1-2 недели, все, вот сейчас как бы можно пару раз пройтись, да, видим, процесс пошел, все, идем пить чай и отдыхать. Второй вариант – это каждую следующую обработку мы увеличиваем дозировку на 10 грамм и поднимаем примерно до 140. Ну, опять же, мы можем остановиться и на середине. Вот до 140 это, ну, нам надо ходить, вот на самом деле, если посчитать, на чуть ли не 2 месяца. Порска, да? 4 недели – это 40 грамм. 40 плюс 40 – это 80. То есть это 2 месяца. Поэтому до 140 мы можем и не дойти, остановиться на каком-то промежуточном варианте. Но вот дозировка 140 – это еще та дозировка, при которой лист не горит. Также существует такое мнение, что вот эти повышенные дозировки, они абсолютно ни к чему. И то, что нам кажется, что лоза начинают вызревать, это ожоги. Я опровергала это в прошлом году, в прошлом сезоне и скажу сейчас. Смотрите, лоза, да, это более жесткая структура. Лист – структура более мягкая. Если у нас идут ожоги, извините, мы не по лозе льем. Мы не лозу кисточкой мажем, мы пырскаем по листу. И поэтому, если будут ожоги, то в первую очередь гореть будет лист. И вы это заметите. Если лист целый, если лист не сгорел, то ни о каких ожогах на лозе речи идти не может. Поэтому применять такие дозировки можно. Другой вопрос, насколько это целесообразно. Это может быть целесообразно не всегда. По веществам монофосфат калия либо сульфат калия. Калия в сульфате 50% в монофосфате, насколько я помню, 30% или 32%. Что лучше? Честно говоря, мы не делали какие-то замеры, что вот это работает лучше или это. Если у нас есть необходимость кому-то помочь, что попалось в магазине, какое вещество, то мы и берем. Монофосфат калия дороже, чем сульфат. Опять же, смотрите по своим возможностям. Подводим итог нашему сегодняшнему разговору. Помогать вызревать лозе нужно далеко не всегда. Если сложились все факторы, а если мы еще немножко обеспечили эти факторы, которые влияют на вызревание лозы, то у нас и так все нормально, и мы можем спокойно отдыхать и ждать созревания урожая. С другой стороны, если мы видим, что какие-то проблемы у нас есть, мы предвидим, что мы можем с ними столкнуться, не надо ждать последнего момента, не надо ждать, когда на прогнозе погоды будет там что-то не очень, и хвататься за голову ай-яй-яй, у меня не вызрела лоза, что делать? Делать нужно сейчас. Видим, что куст жирует, да, видим, что он совсем травянистый, лоза, значит, немножко помогаем. Сульфат калия, монофосфат калия, проходимся, если куст перегружен, разгружаем и спокойно дожидаемся осени. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, под видео, нажав кнопку счет, ссылка на каталог наших сортов винограды и наши контакты. До новых встреч!